Привет. Это Варя. Меня зовут Марина. Я собираюсь на работу и очень люблю своих котов. Иногда я думаю побриться на лосе, ведь я уже так делала, но потом мою голову и становится пофиг. Этого котика зовут Хайп. Мои растения всюду и я даже не представляю свою жизнь без них. На улице сегодня холодно, поэтому утепляюсь. Варя котейка не как все, поэтому идет со мной на кухню. Варя, ты оставишься тут, а я иду его почистить. Давай, подожди. Не знаю что рассказывать, поэтому и предлагаю просто наблюдать. Если у вас болит горло, то я очень советую вам люколь. Штука противная, но очень классно помогает. И все полное хорошее. Но действительно, опять, стоит того. Это кошка, вот эта маленькая, сладкая, очень ласковая кошка. Она не может кушать сама. Я ей в этом помогаю, и сейчас покажу как. Варю холодно, беру заготовочку, вот, встряхиваю. Это ее жидкий корм, по сути обычный замоченный корм перемолотый в блендере с водой. Варю холодно, беру стакан. Короче, взбалтываю, наливаю. Примерно вот столько. Смешаем на 30 секунд. Варя, Варечка. Ну, моя кошка, ну, моя кошка, ну, садет. Бегаешь, цвета у тебя. Варя очень любит, когда я чухаю. Очень любит. Самая любимая. Достаю ее, иду. Достаю ее сюда. Вайве нельзя запрыгивать без команды. Вот она ее видит, сразу прибегает сюда. Ты моя кошка. Так, достаю шпиц. И вот так вот она. Есть. Слюнялочка. Варюша уже взрослая дама, ей 2 года. И все 2 года мы кормим ее таким способом. Все, что проливается мимо ее рта, капает в тарелочку. И я оттуда тоже беру шпицам на королевике. Извиняюсь, что не горизонтально, здесь я говорю о том, как Варя ест, и что в конце я обязательно промываю ей ротик водой и вытираю ее. Теперь я уберу варю и отправляю ее на стульчик. Откуда она потом убежит. Все. Теперь я буду готовить себе завтрак в обед и ужин, еда на работу. Это я так думаю, куда камеру поставить. Неожиданно со вчера осталась гречка. Мне сегодня на завтрак. Значит, я пожарю себе яичко и рыбьи, котлетки. И нормально будет. А на работу сосиски с вами. С макаронами. Варя. Да, маяленок. В эфире рубрика «Кулинарные шедевры». Не люблю готовить, но пока приходится. Она уже устроилась спать. Малыш. Я не знаю, что я хотела этим показать. По-моему, неплохо, нормально. По-моему, неплохо, нормально. У нее. Не переживайте, все попрошайки были угощены и покормлены за кадром. Все уже сыты, и я продолжаю собираться на работу. На работу не хотелось. Я бы с удовольствием просидела весь день дома. Мне пофиг на внешний вид. На манечке. На работу. Вот так вот. Тут я просто супер рада тому, какое небо. От холода у меня сел телефон и смогла включить только на работе. Здесь уже 10 ночи. Я не хочу работать. Я думаю, хочу. Я хочу в 10 вечера быть дома, а не тут сидеть. Так, поговорим о важном. У меня сейчас ставка 210 рублей в час и работаю по 8 часов. Плюс еще 2 на 2. 25 тысяч в месяц. Я думала, буду искать другую работу, но пока так. Пока так. Мне не нравится. Я много разных мест уже посмотрела на этих работах. Работа, работа, веди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого, а деньги пусть приходят мне на карточку. Устала от этого скучного, замкнутого круга, и я не понимаю, как если из него выйти, но я очень-очень сильно этого хочу. Настолько сильно, что сейчас это видео записываю. Ну, тут хотя бы прикольно, что иногда можно посидеть, но мне говорят, что так будет не всегда, и это меня не радует. Ни разу не радует. Но из хорошего, наверное... Ничего хорошего. Ничего хорошего в этих наймах нету. Особенно возле хорошего найма. Как я здесь оказалась у тебя. Я вот работаю с 15.00 до 00.00, до 12.00 ночи. И домой попадаю где-то в час ночи. И это жестко отбивает мой режим. Мне не нравится. Еще сегодня-завтра работаю, учу-чуть себя, прихожу, обмантирую, учусь и посмотрим, что будет. Немножко трудно смотреть в камеру. Ой, Жиза, как я понимаю, эту девушку. С кайфом, потому что я поеду домой на такси, а не пешком. На улице слякоть. Зима. Я недавно переболела. И подумала, что... Сейчас. И подумала, что ну его нафиг, ходи сейчас послякоть. И не хочу возвращаться домой поздно ночью. Холод, слякоть, дождь. И тут вселенная меня услышала. Мне старшая написала. Здесь я говорю, что старший оператор просит меня выйти с утра. Но я в условии оставлю, что мне платят такси. На что охотно соглашаются. Это кайф. Завтра я работаю с 7.30 до 4.00. И потом я свободна. Для меня это выглядит как вот эти 2 на 2. Вот эти 2 рабочих дня. Их просто быстрее отработаю. Там мне придется встать и считать еще ночью. Потому что зима. Но я попаду домой не ночью. Типа, ну, я в плюсе. И у меня будет время на себя. А впереди 2 выходных. Это лучше, чем возвращаться домой в час ночи. Небольшая пауза. Сейчас расскажу, кто такие эти сборщики заказов. И чем они вообще занимаются. Готовую еду грею, собираю и отправляю ее забирать в курьеру. Вот. И с плюсов, наверное, я всегда могу желать людям приятного аппетита. Даже если они об этом не узнают. Вполне возможно, что в очередной раз, получая свою еду из доставки, Тебе кто-то пожелал приятного аппетита. Я снимаю все это в надежде со временем поменять свою жизнь. Что это может поменять на мою жизнь. Потому что я этого очень хочу. Иногда, когда я перерабатываю, или когда у меня не получается, То я думаю, блин, я совсем не готова к этой жизни. Такая депрессивная мысль ужасная. И она очень разрушающая. Но я не хочу больше так думать. Я не готова к этой жизни. Это вообще не тот энергетический уровень, Не тот уровень, на котором я хочу находиться. Но мне это не нравится совсем. Хочу просто жить в легкости, в радости. И не работая. Вот так. Вот так. Я надеюсь, что есть все-таки то, Чем я себе найду. И это будет только мой способ. Жить. На самом деле, очень рада, что сейчас нет никакого завала. И я могу вот так просто посидеть, И потренироваться, Разговаривать на камеру. И у меня уже получается что-то говорить. Это классно. Потому что первые разы, когда я включала камеру, У меня вообще не получалось говорить. То есть я просто смотрела на себя. Даже не в камеру. На себя. И думала, блин, что же я могу сказать? О чем я могу рассказать вообще? Кто я такая? И сейчас, как бы, уже попроще с этим. Мне нравится и с камерой тоже знакомиться. И с тобой, не знаю. Если кто-то смотрит, спасибо. Это прям удивительно, что маленькая точка, Это камера моего телефона. Может служить приводником кому-то еще. Может быть, к такому же, С такими же проблемами, как у меня. Типа, Йоу, я знаю, Ты тоже не хочешь работать. Так вот говорить, что завала нет. И он такой по банке образуется. Звук этой духовки такой прасивный. Господи, тот, кто его придумал, Ты такой молодец. Его никогда никто не пропустит мимо ушей. Ладно, я пойду наводить порядки. До скорого. Закрыла смену. Удыхаю запах свободы, Жду свое такси. Я приехала домой. Попасть домой, это просто супер радость. Это, если что, я сильно устала и прихожу в себя. Момент, который я ждала вести. Я у вегана многим знакома чувство того, как резинка перетягивает волосы и какое ты получаешь ослабление, когда снимаешь ее. Потискаю котов и буду спать. Завтра мне рано вставать. Пока. А что с ней случилось дальше и смогла ли она встать в следующем видео? Субтитры сделал DimaTorzok